Россияне поставили культуру и пропаганду во главе своих войск. Все эти нетребки Георгиевы ездили в Европу продвигать российские нарративы, точно так же, как и их пропагандисты. И я очень надеюсь, кстати, что завтра будет приятная новость после объявления санкций по поводу пропагандистов и их инструментов в России. И поэтому наша задача объяснять европейцам, что сотрудничество в сфере культуры с Россией, потому что это преимущественно официальная культура, поддерживаемая российским государством, это участие в войне. Я рад, что десятки, если не сотни организаций, театров, фестивалей сейчас прекращают сотрудничество с российскими представителями так называемой культуры. Вместо этого мы предлагаем европейцам продвижение нашей украинской культуры, нашего наследия, достаточно большого, которому тысячу лет. И я рад, что многие коллективы с успехом сейчас выступают в Европе, точно так же, как и наши артисты на Биеннале, художники. И поэтому нам есть что предложить, и это сейчас пользуется спросом. Нам важно в момент войны открывать и второй фронт, который называется культурный.